Выглядит вполне, знаешь, как будто он вчера ездил. Мы понимаем, что по колесам, что он здесь стоит не первый год, абсолютно точно. Проблема брошенного автотранспорта существует во всем Ленинском округе, но особенно остро она стоит в новых микрорайонах. Чуть ли не каждые сутки в зеленых аллеях выявляется более 10 таких машин. По инициативе местной управляющей компании сегодня был организован рейд по выявлению брошенок. Сегодня пригласили представителей администрации, чтобы разъяснить, как жители должны действовать в этом направлении. Сегодня мы составим акты, постараемся по всем автомобилям, будут направлены соответствующие инстанции и будем следить за развязкой событий. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшие недели-две наш микрорайон очистили от таких автомобилей и мы получим дополнительные парковочные места, что не может не радовать, конечно. Отсутствие госзнаков, спущенные колеса и разбитые элементы – вот признаки брошенного автотранспорта, которые может выявить любой житель, зафиксировать и тем самым стать народным инспектором. Он имеет право написать в ГИБДД на сайт администрации Ленинского городского округа, после чего выезжает комиссия, составляет акт и процедура у нас одна и та же. То есть это узнаем паспортные данные, если собственник не выходит на связь в течение пяти дней, приезжаем с эвакуатором и возится автомобиль на специализированную стоянку. К рейду по зеленым аллеям присоединились и члены общественной палаты муниципалитета. При таких инспекциях нарушителей порой удается поймать прямо на месте. Так получилось с этим автомобилем. Не дозвонившись по оставленным на кузове номерам телефонов, представитель администрации уже было начал составлять акт, как объявился владелец. Правда, объяснять на камеру, почему не убирает автохлам, отказался. Он пришел и сказал, что он уберет этот автомобиль, несмотря на то, что он уже стоит много лет. Он не обращал внимания, ему было абсолютно все равно, что такая проблема существует в ЖК. Но он действительно пообещал, что в течение нескольких дней он этот автомобиль эвакуирует и он не будет мешать проезду нашего автотранспорта. Такие рейды в микрорайоне «Зеленые аллеи» теперь будут проходить регулярно. Так, управляющая компания намерена избавиться от автохлама, который занимает парковочные места и портит внешний вид территории. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.